Крепкое рукопожатие, взаимные добрые пожелания в начале нового года и разговор о том, что беспокоит сегодня ветеранские организации, что важно для главы города. Я вас прошу просто, потому что к вам идут старики, к вам идут пенсионеры. Если кто-то придет с квитанцией или просто с информацией, что считает, что неправильно начислена коммунальная оплата управляющей компании, попросите квитанцию, чтобы у нас был предмет разбора. Если это будет системой, то есть одна и та же компания, у нас сегодня есть все рычаги для того, чтобы лишить их лицензии и так далее. Ну, хорош людям в карман влезть. Как оказалось, эта тема одинаково волнует и ветеранов. Анатолий Максимович привел ряд примеров, в которых старики рассказывают о непомерных платежах на общедомовые нужды, фонд капитального ремонта, запользование лифтами. В прошлом году ходил я в нашу НЭСК по электроэнергии на общедомовые расходы 1400 тысяч, ну, грубо говоря, полторы тысячи киловатт. Я пришел туда, говорю... На дом, да? Да, на дом. Ну, там много. Двятиэтажные. Это храм, все равно. Я пришел, он говорит, это не к нам, к управляющей компании. Я пришел к нам, Валерий Иванович, говорю, у нас что, колоритеры стоят, поэтому у вас же лифт есть. То есть тут надо, вы правильно говорите, надо сесть с карандашом, обоснованно все это. Лифт, а, ну да. Вот, в этом отношении. Посчитать и посмотреть, но... Ну, подождите, за лифт-то вы отдельно платите? Тогда вы же за что платите? За то, что там есть кабина? Ну, получается так. Анатолий Максимович поделился наблюдением, что отдельные руководители предприятий списывают со счетов своих ветеранов, ушедших на заслуженный отдых, не желая им помогать. Поделился планами на совместную работу с ТОСами, которые запланировали вести в состав своих советов общественности в микрорайонах города представители ветеранских организаций. Он поблагодарил главу за закрепление ветеранов войны, за заместителями главы и начальниками управления администрации. Это дало хороший эффект. Глава города выразила уверенность, что в новом году с ветеранскими организациями работа продолжится по всем основным направлениям и будет, как всегда, плодотворной. А тему, поднятую председателем Совета ветеранов по тарифообразованию, глава города продолжил на первой в этом году рабочей планерке. По тарифообразованию то же самое. Чтобы не получилось, что правительство останавливает максимально 4%, а управляющая компания потом чудит. И, если сейчас Анатолий Максимовича нацелил, будьте готовы, будут квитанции. Я хочу знать, вот, допустим, в квитанции написано на общедомовые нужды. Что такое общедомовые нужды? То есть, их служащие, покраска подъезда там или что. То есть, пусть людям расписывают, потому что параллельно идет квитанция на капремонт. Понимаете? Что такое общедомовые нужды? И как может, допустим, дом девятиэтажный полторы тысячи киловатт из расхода? Говорят, слушайте внимательно, но у вас же лифт есть в подъезде. Подождите, а тогда за лифт я плачу отдельно из такой, это что такое?